Добрый день уважаемые пациенты, сегодня мы с вами рассмотрим случаи корочек вокруг уретры и выделения из уретры после лечения хламидиоза препаратами доксициклина. К нам обратился пациент, у которого ранее, примерно в районе месяца назад, были выделения из уретры после случайного полового контакта, он обратился в КВД по месту жительства, сдал там анализы, в предоставленных анализах было 15-25 лейкоцитов, была выявлена положительная хламидия трахоматис из 4 принимаемых в КВД бесплатно анализов, это мекоплазма гениталиум, это непосредственно гонорея или гонокок, это трихомонада и как раз хламидия. Так вот, хламидия была положительна, другие анализы пациент не брал, ему не было рекомендовано, ну и соответственно, наряду с лейкоцитозом, то есть воспалением в канале, была выявлена хламидия. Был назначен юнидоксилютаб или доксициклин в течении 10 дней по 1-2 раза в день, то есть по 200 мг в сутки, ну и соответственно, были сданы также анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты, которые были отрицательны. В общем-то, на фоне проводимой терапии данные выделения полностью прошли, однако спустя примерно 2 недели выделения постепенно начали возвращаться, особенно в ночное время. С утра, когда пациент вставал, у него слепалось уретро, у него образовались корочки, вот как вы видите на картинке, по краю губок уретры, и у него были слабые такие слизистогнойные выделения, как видно это на картинке, вместе с покраснением канала риски перемея и уретро. В этом случае, соответственно, мы повторили анализы, увеличив их по объему, была выявлена корнерелопогенализ, была выявлена холомидия, хотя пациент все это время воздержался от случайных половых контактов, ну и соответственно, был также выявлен лейкоцитоз в канале при нормальной микрофлоре, т.е. был сделан еще посев на бактерии и, соответственно, здесь нормальная микрофлора была. Что в этом случае нужно делать? Ну, действительно, холомидия достаточно часто в последнее время является устойчивой к таблеточникам, тем самым которые любят врачи-таблеточники давать при лечении половых инфекций. К счастью или к сожалению, но половые инфекции приобретают достаточно широкую устойчивость, и на виду с этой устойчивостью они даже при лечении часто оставляют поствоспалительные хронические уртриты, которые многие известные профессора пытаются лечить разными антибиотиками птифторхиналонов, моксифлоксоцинтом и так далее пытаются применять. Однако, по данным современных авторов, по данным орторскопии, которые я регулярно назначаю таким пациентам, у них просто остается хроническое воспаление, которое антибиотикотерапии, к сожалению, не победит. И здесь нужно упор делать непосредственно на местное лечение. Нужны ли в этом случае антибиотики? Конечно, нужны. Нужно ли, соответственно, проводить тем же самым антибиотиком, а именно доксициклином повторную терапию? Конечно же, нет. Антибиотики нужно менять, назначить из других групп. Действительно, мы назначили, соответственно, антибиотик азитромицин, препарат Сумамед, потом мы назначили, соответственно, антибиотик левофлоксоцин из другой группы по 10 дней, соответственно. Но одновременно, немаловажно, что пациентам необходимо проводить местную терапию. Что это в этом случае? Ну, в случае, как вот у нас лейкоцитов было уже немного, порядка пяти-пятнадцати в поле зрения, соответственно, мы проводили в начале терапии электрофорез. Электрофорез с антибиотиком внутри канала. Берется вот такой вот простой достаточно катетер, соответственно, и в него вводится антибиотик, который с помощью электрофореза, да, под воздействием электрического тока маленького напряжения, проводится непосредственно к очагам наличия, в нашем случае инфекции, в частности, хламидиоза. Бесамония, параллельно при наличии горнереллы, были назначены препараты, такие как гранитозол. Плюс, соответственно, в последнее время при хронических уротритах мы часто назначаем такое лечение, как ультрафиолетовое облучение крови через день, в сочетании с ферментами талилонгидаза подкожных. Такое лечение было данному пациенту проведено, в результате этого лечения, соответственно, жалобы у него исчезли, через три недели были визиты контрольного анализа, они были отрицательны на хламидию, на горнереллу, и, соответственно, лейкоцитов было достаточно мало. Поэтому, соответственно, местное лечение при неудаче, особенно вот того самого первого таблеточного лечения, обязательно должно проводиться. И в ряде случаев, в общем-то, особенно при хроническом течении вот подобных воспалительных, скажем так, изменений, уретра и так далее, должно обязательно проводиться и исследование секретной предстательной железы, ультразвукового исследования простаты, потому что часто хронические инфекции дают о себе знать уже, в общем-то, тем простатитом, который возникает после подобных инфекций. Именно поэтому второй электрод мы часто накладываем ректально, да, чтобы антибиотик проникал не только в уретру, но и в предстательную железу. Что немаловажно вот при местном таком лечении подобных процессов. Также в ряде случаев после лечения мы назначаем еще также и электростимуляцию, имея стимуляцию простаты на аппарате «Интратон», который стимулирует, в общем-то, мышцы, окружающие простаты, на нормальное сокращение и нормальный тонус. И это способствует отсутствию воспаления после такого длительного лечения как инфекционного фактора, так и воспалительного синдрома внутри канала. При необходимости диагностики и лечения различных инфекций, которые передаваемым половым путем, вы можете обратиться к урологам и венерологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением потомных заболеваний. Ждем Вас в наших клиниках, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.